Благодарю вас, я буду радоваться на главной сцене фестиваля на Красной площади ради громкости, благодаря этому великолепному гостю. Благодарю вас, я буду радоваться, сейчас на этой сцене. Николай, что-нибудь, 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 говори. Ну, вот эта книжка, которая здесь представлена, это, наверное, надо называть «возвращение к себе». Дело в том, что до того, как я начал писать эти биографии, я был грамотургом. И в начале 90-х в Москве у меня шло 9 пьес одновременно. Их тогда была перестройка, и все, и все, и все. Играли в них, наверное, все знаменитые актеры. Так что, Гарханян, Гав, Доронин, Маляева, Гундарева, Меньшиков, Шакуров. Ну, я кого-то там уже забыл, потому что играли все. И ставили их, ставил их самый знаменитый режиссер, который отдал Анатолий Васильевич Пифрост. Он поставил 5 моих пьес. И Георгий Товстоногов, другой великий режиссер, ставил это в Петербурге. Ставили это Гончаров в Театре Маяковского. Ставили это Виктюк, Фокин и так далее. Потом наступила длиннейшая пауза. Наступила пауза, потому что открылись архивы. И, вы знаете, нельзя. Дело в том, что когда вы начинаете писать эти исторические биографии, это монастырь, чтобы вы поняли, кто это такое, был великий историк наш Соловьев. И в архиве есть его стул. И рядом со столом стул и такая ложбинка. Потому что каждый день, приходя, он подвигал этот стул. И пол просел под движениями этого стула. Вот так надо писать историю. Поэтому я вынужден был бросить. Хотя, вы знаете, это был дикимый период. Потому что театр, это драматург, это всегда гений. Пока он пишет пьесу до этого театра. Потом он приходит в другой театр. И в том театре появляется новый гений. А про него уже забыли. Все актеры для режиссера, ну что им, если вы пройдете по любому театру, там эти вечно молодые лица актеров. Они уже за это время постарели. Но у меня остаются вечно молодые. У меня пьесы шли в самых разных театрах. Театра Яковского, Театра Лимского комсомбола, Театра Малой Громной, Театра Гербуловой. И в том хате, который еще был единый. И когда я, помню, пришел в этот московский художественный театр и читал, у меня было ощущение, что там день был датом. И я счастливый вышел на улицу, потому что они все единодушно приняли мою пьесу о женщине. И счастливый шел по Москве навстречу мне. Шел тогда знаменитый драматург, а ныне забытый. И он сказал мне, судя по кисливому виду, знаю, откуда вы идете. Я говорю, да, да, вот так. Чувствую, что в этом театре пьесу приняли. Да, театр называется «Уха». Ну да, вы, конечно, наслышане о большой любви артистов, мало ли, как друг к другу. Я говорю, да, да. Вот, дорогой, вы надумаете, что они так, ну что, желают друг другу, чтобы ключ от квартиры потерял, или чтобы там звание не дали. «Дорогой», — сказал он, — «пока вы не поймете, что они желают друг другу, вы только одного смерти, вы туда не ходите». И вы знаете, все так и случилось. Это была пьеса с приятным названием о женщине. Главную роль не играла дорогая. И театр раскололся. Половина великих народных была за, половина против. Дело дошло до того, что Фурцеву, которая в это время была министром и тут, и счастливо отдыхала в Венеции, тогда это было вроде на Луне, ее 30 декабря вынуждены были вызвать в Москву. И было назначено обсуждение. Я не знал, как страшны тогда слова. Забыл достережение этого замечательного драматуры. Я опоздал на это обсуждение. И когда я подошел к театру, то там вынесли какие-то такие носилки. И когда я прошел в театр, оказалось, что умер. Умер заместитель Фурцевой, начальник управления культурой всех театров Таража. Он не выдержал ярости обсуждения, которое было внутри театра. Вот так должны жить театры. Театры живут в страхе. И вот поэтому, оставшись наедине с этими длинными книгами и биографиями, немножко затасковал. Ну, понимаете, ну не то, что по театру. Нет, нет, современный театр мне очень нравится. Сразу вам скажу, очень нравится. Ну, помню, вот пришел я на спектакль «Мертвые души» в замечательном театре. И с изумением узнал, что все знаменитые реплики фразы Гоголя в пьесе отсутствуют. Более того, в пьесе были, как и положено, два Чичикова и еще что-то. И когда режиссер спросил меня впечатления, я, естественно, уклонялся. Но он настаивал. И мне пришлось сказать, если бы Гоголь видел этот спектакль, то он жег бы не только в Круйча первым тоже. Нет, не потому, что современный театр так странен. Он такой, как муж. Вы поймите, новые времена, новые песни. Известны сейчас почему-то, что публика не может видеть длинных пьес. Поэтому, если вы подойдете к афиши в Петербурге, Александринского театра, вы встретите много гениев. Там написано, предположим, «Камлетт» «Инсценировка такого-то». Все знаменитые произведения инсценируют какие-то замечательные люди, которые берут на себя право сокращать Шекспира. Ну, что делать? Вы же не смотрите длинно. Поэтому вот это такой прекрасный и очень интересный театр. И это не мой театр. Не потому, что, повторяю, он плох, а потому, что он другой. Не потому, что я его не понимаю, или не понимаю, что вы, я как мульгин. Он мне нравится. Мне нравится, когда в Евгении Анедине, там три Анедина, и Ольга играет на бояре. Это действительно смешно. И все поют. Но, правда, куда же скучнее, если они будут играть Евгений Анедина. Все это славно. Но просто я, мне это неинтересно. И поэтому с некоторых слов я сам стал читать вслух своей пьесы. Я это уже делаю много раз. Например, я читаю пьесу «Загадки Моцарта» с форумом оркестр. Я читал ее в зале Чайковского. Причем оркестровку сделал великий человек. Политнев, знаменитейший музыкант, великий музыкант. Я читал ее в Екатеринбурге, в Петербурге, в Новосибирске. И, вы знаете, такая радость, когда ты видишь этот зал, который вместе с тобой. Потому что я не могу... Не то, что я не хотел бы, чтобы их знали. По-честному, я не хотел. Понимаете? Потому что... Иначе они начнут делать то, что только что сделали. Сокращать. Они будут честно сокращать, потому что они, повторяю, уверены, что новый зритель, он смотрит на... Что ему нельзя. Что он устает мыслить. А мне... Ну, зачем что-то писать. Писать нужно для того, чтобы мыслили. И поэтому я перешел на самообслуживание. Я после Моцарда я буду читать пьесу «Последнюю ночь последнего царя». Это будет в сентябре месяце. Тоже с хором и оркестром. Тоже в зале Чайковского. Но в этот раз будет дирижировать замечательный новый дирижер Лаврик. И далее я буду читать все пьесы в своих залах. Дай вам слово. Это будет лучше. И вот те пьесы, которые вошли в эту книгу со скромным названием «Дочь Ленина», ну, это самые разные пьесы. Да. Они на пьесах никогда не ставились. Ну, только одна пьеса, ее поставили на огромной сцене в Хельсинки. Ну, пожалуй, нет, две. А другая в Малом театре. Но так как обе постановки вызвали у меня не то, что неприятие, а сомнение, то я включил их тоже в этот сборник, где буду читать сам. Первая пьеса «Дочь Ленина» ну, это какой-нибудь смешной, нелепый фарс. Это правда. Жил-был актер, который в замечательном театре, плохой актер, он всегда играл в день отца Гаммета, и больше ему ничего не давали. И вдруг он понял, точнее, режиссер понял, что он безумно похож на Ленин. В этот момент произошла беда. В театре умер Ленин, и другая беда, наступал юбилей Владимира Ильича, и нужен был Ленин. Но его назначать было нельзя, потому что его фамилия была Бенович. Но при этом Бенович, нося эту фамилию, он был русский, потому что когда-то его дед и сын, знак протеста против антисемитизма, взял эту фамилию, и он ее отдавать не собирался. У него была дочь, которую он называл Инесса. Ну, вы понимаете, почему. У которой была довольно странная профессия для дочери Ленина. И вот вся эта история там это факт. Ну, одновременно там же выступила перестройка, и поэтому появились герои капиталистического труда и все, что с ними связано. И вторая вторая пьеса, ну, вот ее герой, он где-то здесь. Когда вам говорят, что перестройку придумал Удачев и Яковлев и другие очень ненадежные люди, вы в это не верите. Перестройку придумал этот человек, которого называли Серый Кардинал и который похоронен здесь, в Кремлевской стене. Его фамилия носит улица в Москве и его памятник есть в Петрозаводске. У него была интересная биография. Его жена, которая работала вместе с Зорги, сидела 15 лет. Его сын сидел три года. Вся финская компартия, которую он руководил, до одного человека, я бы сказал неправду, кроме одного человека, была посажена и в основном расстреляна. Этот человек, который остался жив, это был он. Отто Курсинен, как его называют. Он был одновременно, будучи маленьким, уродливым, он был самый знаменитый Дон Жуан Коментер. Но кроме этого, он сделал невероятное. Он сам сказал, жизнь это транспортер, который летит над волчьими ямами жизни. И ваша задача ухватиться, лететь и вовремя спрыгнуть в нужном месте. Так он жил. Как сам он говорил, как змея он сбрасывал кожу. Он был социал-демократ, потом стал неистовым коммунистом, потом стал практически главой Коментерна, и это он придумывал знаменитые речи Дмитрова. И чем он занимался всю жизнь, тем, чем приходится заниматься тем, кто делает революцию. Он выживал. И вот вся эта история выживания вот в этой пьесе. Но он сделал фантастическое. Дело в том, что вы помните, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, вот он бродил, бродил, и наконец, заблудившись, попал к нам, в страну, где, к сожалению, не было пролетариата, а должна была быть диктатура пролетариата. И вот эта диктатура все равно была установлена в крестьянской стране. И диктатура пролетариата и была смыслом коммунизма. И этот человек в 60-х годах во время Хрущева убрал из программы коммунистической партии смысл коммунизма диктатуру пролетариата. Он сделал это, потому что он имел дело с неграмотным Хрущевым, и он сделал это, потому что он мечтал о социал-демократии в России. Андропов это был его подарок коммунистической партии. Это вторая пьеса. Это такая мистерия, я бы назвал. Она длинная, но я ее, наверное, все-таки прочту. И там еще есть несколько пьес. Знаете, я буду сокращаться, потому что у меня было более сложные 20 дней. У меня было огромное выступление сначала в Петербурге, потом в Риге, в Большом зале Конгресса, потом благотворительный концерт в Лондоне, в зале на 800 человек, переполненном абсолютно, и потом открытие книжной недели в Петербурге, там было два выступления без волос. Поэтому вы меня пожалеете, и про остальные пьесы я рассказывать не буду. Но это не въезд все равно. Это такие истории, написанные в виде диалога. И мне они дороги, и поэтому никакому театру я их не отдам, я их не печатал и буду, повторяю, читать сам. Спасибо. Пару вопросов я отвечу, один я получил, его сразу отвечу. Там, честно говоря, я получил вопросов 50, но один меня как-то задел. Там было сказано, в следующем году будет 100 лет ЧК. Скажите, пожалуйста, если вы не боитесь, нужно ли восстанавливать память в держать? Вы знаете, конечно, наша жизнь стала сложной, если при таком несложном вопросе пишут, если вы не боитесь. Значит, нужно бояться. Второе, ну что вам сказать, вот там за стеной недавно восстановили памятник великому князю Сергею Санчоу, который был, как вы знаете, убит брошенной бомбой Каляевым. Этот памятник очень красиво свергали. Дело в том, что, когда власть меняется, она обычно свергает предыдущие памятники, чтобы следующее потом их восстанавливали. сейчас это восстанавливает. Значит, на этом свергали его невероятная картина. Только наш кинематограф, немножко тупой, мог не снять эту сцену. Владимир Ильич Ленин, увидев этот памятник, взял веревку и как бурлоки, он набросил ее на памятник, и остальные члены ЦК и ЦИК приглядели и вместе повалили этот памятник. Я это написал в книге про Николая, не зная, каков был этот памятник. На самом деле это не был памятник, это был крест, большой крест и картина, как они свергают этот крест и была одним из символов революции. Но главное, на подножии этого креста была великая и вечная надпись «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Так вот, я за то, что вы восстановили памятник Держинского и там написали «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Спасибо. Придет, есть вопросы, которые у нас были, которые были упомянули, что, да, заходим, тогда вот, первый, успел. Здравствуйте, Иван Иванович из Белоруссии. Если можно, три, очень короткие, не три, один. Один. Хорошо. Как вы оцените предложение объявить седьмое ноября начало Белоруссии и отмечать его, как отмечает День Холокоса в Заре? Нет, ну, это глупость, это часть истории. Зачем? Вы сами знаете ответ. Это глупость. Седьмое ноября, как и там, другие даты, как 1613 год, это дата в истории России. Все даты нужно рассматривать всегда с двух сторон, но они принадлежат истории и принадлежат народу, так же, как памятник Зерженскому. Вы понимаете, поэтому свергать памятники, объявлять какие-то черные дни, это невозможно. Это была не революция, сделанная там шпионами, это был результат развития страны. Страшный, но результат. Поэтому ничего подобного. и федеральская революция, это революция. Понимаете, предупреждали царя бесконечно, что готовится и будет революция гнева и мести темных визов. И чтобы вы знали, что весь 20-й век только и занимались, что предсказывали царю эту революцию. В 902-м году Блок еще писал, все ли спокойно в народе, нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Предсказываем революцию. Потом в 906-м году, это же страшно, некий человек писал, часто слышишь вокруг, что мы идем быстрыми шагами к какому-то грозному бедствию, одного грозному, что оно нам не ведало. Будет ли это гибель царствующего дома, междоусобная война и кровопролитие. Кто это писал? Революционер Денят. Это писал великий князь Константин Романов. А потом дальше в 12-м писали Алексей царствовать не будет, Денактия не доживет до своей политической смерти, в лет раньше. Россия грозит смута, и Россия грозит новая смута. Я могу цитировать вам бесконечно. Знали все. Помните пьесу «Вишневый сад»? Помните, как все ходят и говорят «Вишневый сад будет продан, надо что-то делать». Все знали и ничего не сделали. Так что революция гнева и мести темных низов в стране, где столетия было крепостное рабство, где меньшая часть превратила в рабов не негров, а соотечественников. И совершенно спокойно там предположим генералиссимус Суворов пишет своему управляющему «Парни выросли как дубы, надо прикупить им девок, на физиономии внимания не обращать, лишь бы были здоровы, вести, как возят кур». Но странно. И вот так жили до 861 года страна столетия. А потом удивлялись, что это такое зверство в гражданскую войну. Чего это они убивают нас окаянные дни. А думать надо было раньше, когда декабристы вышли на Сенатскую площадь. Те самые декабристы, которые сейчас снова будут объявлены бог знает кем. Потому что восстали и вышли. Так что читайте историю и эти глупости про черные дни мне не задавайте. Спасибо. Спасибо.